Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на канале Squat Board Shop из магазина Squat, который находится на станции метро Таганская-Марксистская, новый центр скейтбордической культуры. Заходите и в гости, если еще не были. А сегодняшний наш рассказ про далекий от Москвы бренд, который зародился в Калифорнии, про бренд Toy Machine, или, как он полностью называется, Toy Machine Bloodsucking Skateboards. Не переключайте ваши YouTube-каналы! Обожаю читать комментарии к видео, особенно с моим участием. Ну, потому что, во-первых, себя очень люблю, и мне очень грустно, когда вы меня критикуете. И, во-вторых, иногда есть действительно настоящие перлы. И вот, когда мы рассказывали про бренд Gwar, про бренд Крича и группу Gwar, у которых была замечательная коллаборация, там ворвался человек в комментарии, который обвинил нас в сатанизме, сказал, что, типа, все, уже пошли по одному месту, и вместо того, чтобы нести светлое, доброе, мы занимаемся вообще какой-то вообще непотребщиной. Ну, у нас свобода слова относительная. Меня за репост вообще всего два раза сажали. Вот, поэтому... Нет. Не важно. Важно то, что сегодня мы поговорим о бренде, который зародился в 90-х годах. А, как вы знаете, я человек, который далек от нынешнего скейтбординга, к скейтбордингу из 90-х, питаю такую прям ностальгическую слабость, потому что она пришлась немножко на мою юность, немножко на мое отрочество. И в это самое время зародился и бренд Toy Machine, который придумал такой замечательный скейтбордист, как Эд Темплтон. Эд Темплтон уникальный человек, человек, которого, если вы зайдете там на информацию про него, будет написано, что он не только скейтер, но он еще и художник, он еще фотограф, человек, который делает просто умопомратительные, яркие, контрастные фотографии в жанре стритц, человек, который сам рисует все деки, вот все деки, которые здесь находятся сзади той машин, это все делал и делает Темплтон. И человек, который, можно сказать, на своих плечах вывез этот самый бренд. Интересный тоже такой момент, что повлиял на него очень сильно Марк Гонзалес. Он рассказал, что мне вообще супер сильно повезло, что когда я начал кататься на скейтбординге, первым из профессионально скейтбордистов, кого я увидел, это был именно Марк. Марк человек, который для скейтбординга сделал больше, чем децл для хип-хопа в свои годы, и в отличие от господина Толмацкого, он еще жив, и дай бог ему здоровья. И Марк – это человек, который тоже был не просто скейтбордистом, хотя этот скейтбордист просто, что называется, от души. Когда его привозили в Москву, ребята из агентства, которые его привозили, я их рассказывал, ну что, как? Они говорят, слушай, ты не поверишь, мы как бы его привозим, везем уже в гостиницу, выходим из машины после трансфера из гостиницы, он говорит, это мой отель? Мы говорим, да, он говорит, ладно, я пойду покатаюсь. Просто взял доску и уехал. Он первый раз в городе, он вообще там вроде с одной стороны ничего не знает, но с другой стороны, как говорится, свинья везде грязь найдет, а скейтер везде спот найдет, и Гонсавес, вот это как раз такой человек, которому лишь бы покататься. И кроме этого, он еще рисует очень красивые фотографии, очень красивые картины, у которого есть действительно свое видение, у которого есть своя линейка с Адидасом. И то, что Темплтон решил подражать ему, это очень хорошо, потому что человек шел не просто повторять трюки, которые делают на скейте, но и повторять в целом вот это все, весь такой арк-подход к скейтбордингу. Очень интересный момент, потому что мне самому это близко, и более того, что я, знаете, слабость питаю к определенным таким моментам, скажем так, мотивирующим. И поэтому, друзья, если вы катаетесь на скейте, да, я даже сейчас не употребляю свое любимое, занимаетесь скейтбордическим катанием, то, ну, делайте это, потому что это в кайф. И делайте это, потому что круто, и потому что благодаря этому можно сделать много других интересных моментов. Есть и в России очень хорошие художники, связанные со скейтбордингом. Можно заниматься, я не знаю, каким-то творчеством. Сколько у нас классных скейтбордистов, которые занимаются музыкой. Тимоти, вот, Тимоти хороший человек. Про него можно говорить, да? Скотт Бордшоп, друзья, Тимоти, той машин. Нет, Тэмплтон не знал, куда приведет этот обзор. Ладно, а мы продолжаем. И вот, начиная с 90-х, этот человек начинает уже делать собственные деки, открывает свою собственную компанию. Кстати, тоже очень интересный момент. Помните, я рассказывал про Video Days? Классическое видео, посвященное скейтбордингу 90-х, которому катался, помимо прочего, и Джейсон Ли. Человек, который сейчас известен как актер, который снялся в сериале «Меня зовут Эрл». Наверное, вы его смотрели, если нет, то очень вам советую. И это большой друг Эд Тэмплтона. И вместе с ним они катались, вместе с ним они открывали какой-то свой стиль. И если посмотреть на обилие дек той машин, которая выходит, вы увидите, что они все время разные. Это не просто человек что-то перерисовывает каждый раз каля-маля, а все время придумывает какие-то новые идеи. И это тоже здорово. Более того, как веган, Эд Тэмплтон впервые, наверное, или один из первых с компанией SHIP, была такая компания, которая выпускала кеды, сделал первые кеды веганские. То есть без кожи, без каких-либо вредных таких элементов. И позднее такая инициатива, несмотря на то, что бренда SHIP больше не стала, она стала очень серьезной. И когда позднее он уже начал с Эмерикой кататься, и поучаствовал, кстати, помимо прочего, тоже в классическом скейтбордическом фильме «This is skateboarding», который тоже очень и очень советую посмотреть, Америка тоже сделала ему кеды, которые были без использования кожи, без использования, ну, короче, то, что называется веган-френдли. Вот такой вот человек, который сделал такой очень интересный и очень достойный внимания бренд, которому обязательно обратите внимание. Посмотрите те фильмы, про которые я говорил. Обратите внимание на деки, которые здесь продаются. Ну и, конечно, как я уже говорил в своих мотивационных видео, сделайте так, чтобы скейтбординг – это было не просто удовольствие от катания, это не просто были такие интересные травмы. Кстати, я недавно тоже себе коленочку разбил, потом клоузап сделаем хорошенький такой. Вот. Все ближе к культуре, все ближе к культуре. Но это еще и какие-то креативные такие вещи. Не обязательно, я говорю, это должны быть какие-то картины, не обязательно должна быть музыка, просто выражайте себя. Выражать себя – это все время очень хорошо, это очень здорово, и это развивает, потому что сила тела, она в силе духа. На этом, наверное, все. Небольшой конкурс от меня без призов, но все равно хорошим. Скажите, в каком фильме Джейсон Ли сыграл солиста рок-ансамбля? Как назывался этот рок-ансамбль и кто снял этот фильм? Я, кстати, говорил про него в одном из недавних обзоров. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok